Можно ли духовно показать, как причастие повредить душу? И что такое недостойное причастие? Ну, насчёт того, что это можно, об этом пишет апостол Павел, что причащающиеся недостойно, оттого многие из вас, он пишет, да, болеют и даже умирают. Поэтому иногда, вы знаете, причащайтесь, братья, как можно чаще. Ой, да не об этом надо говорить, что причащаться как можно чаще. А о том, чтобы подготовиться, должен, образом, нужно. Кто достойно причащается, отвечаю – тот, кто чувствует себя недостойным. Тот, кто чувствует себя достойным, отойди пока. Я, слава тебе, Господи, всё вычитал, все правила, все каноны, пропастился там сколько, день, два или три, и теперь, слава тебе, Господи! Лучше не подходи тогда, если видишь себя достойным. Первый признак твоего недостоинства. Потому что там, где человек не видит, не видит действительно своей греховности, не видит, что он, я не знаю, кто, боюсь сказать даже, так, и уже он достоин. О, Господи, это какой ужас! Но чтобы увидеть своё недостоинство, ой, нужно же немножечко потрудиться, понаблюдать за собой хотя бы один день, сколько раз я в день, сколько несчастных этих мыслей только гадки в голове у меня было, сколько осуждений, сколько неприязни, сколько там вражды, сколько всяких нечистых помыслов, сколько желаний, а один день посмотри, увидишь, как ты достоин. Требуется достойно причащаться только тот, кто походит с сокрушением сердца, с покаянием. Пожалуйста, не подменяйте покаяние исповедью. Это, к сожалению, бывают частые совершенно вещи. Исповедь – это когда человек подходит к священнику и кается в самых только важных грехах. Кстати, именно кается в грехах, а не рассуждает о всяких проблемах. Поэтому исповедь не может быть даже долгой, а покаяние должно быть непрерывно у нас. Почему? Что значит непрерывно? Вот, обманул, отошёл. Что я наделал? Господи, прости меня! Почитайте дневник предсмертный Иоанна Кронштадтского. Вы увидите, как он каялся после каждого греха. Он праведный? Праведный, говорил. Ой, святой Иоанн Кронштадтский! Посмотрите, опять я позавидовал! Господи, прости меня! Опять я разозлился вот на этого человека. Ой, Господи, прости меня! Вот, оказывается, что нужно делать. Если человек будет наблюдать за собой вот таким образом, то он увидит, что я вечно недостоин. Поэтому речь вот не о достоинстве, как о какой-то высоте положений, а лучше сказать так, о том условии, при каком условии я могу с пользой причаститься. И эта польза только когда может быть, когда я действительно осознаю себя, что я действительно грешный человек. Господи, ты только плохо надеясь на Твое милосердие! Ты только меня помилуй! По Твоей только заповеди я подхожу к причастию! Ты сказал, прости меня, помилуй меня! Вот! И это будет достоинством! Может ли человек после причастия Святых Христовых Таин каким-то образом понять, причастился ли он действительно во здравие души и тела и в жизнь вечную, или во осуждение? Или это открывается только при переходе в вечность? Я думаю, что об этом не стоит бы особенно искать и рассуждать. Мы можем здесь здорово ошибиться. Мы должны не об этом рассуждать и понять, как я правильно причастился или неправильно. Не об этом надо думать. Думать о другом. Думать о том, что я должен сделать, чтобы правильно причаститься. А мы хотим уже узнать, как правильно или неправильно. Мы не знаем, какие могут быть душевные изменения, переживания, состояния. Это как Бог даст. Мы должны заботиться только об одном – как приступить к причастию правильно. А правильно – как приступить? Недаром читаются эти каноны, не случайно читаются эти молитвы, не случайно хотя бы один день поста. Вы слышите, требуется что перед причастием? Благоговение. Поэтому вводится пост. Действительно, хоть рассуждение о своей душе, подумать немножко, что я наделал за предшествующий период, покаяние перед Богом, чтение этих молитв, опять-таки, с вниманием и покаянием, наконец, подойти и к священнику поисповедаться, в самом основном, конечно, а не думать там, не писать эти талмуды. Простите меня за это слово. Вот что требуется. То есть подойти с вниманием, с покаянием и благоговением. Вот что от нас требуется. Это и критерием, что является, как говорят опытнейшие люди, критериями является вот что. Достойно причащается тот, кто действительно искренне видит, насколько он недостоин этого. Мера ощущения своего недостоинства является мерой достоинства. То есть что значит достоинство? Это слово даже не хотелось бы употреблять. Меры полезности. Полезности. Я тогда только причащаюсь действительно с пользой души и тела, когда действительно вижу, искренне вижу, недостоин я, чтобы оказаться среди тех учеников, которых Христос причастил на Тайной Вечере. Как бы мне не оказаться Иудой? Вот о чём надо думать. А после причастия не надо думать. Достойный я или недостойный? Господи, ну-ка, твой ум, можно мне как-нибудь пробраться в твой ум? Оставьте это. Не надо об этом думать. Надо вот о чём думать. Как бы причаститься правильно, а не о том потом думать. Слава тебе, Господи! Я уже причастился. И теперь всё. Я уже достиг. Всё. Уже достиг. Бедняжка. Вот в чём беда-то. В праздник то же самое. Это одинаково. Что я, оказывается, достиг уже. Чего ж ты достиг-то? Ты действительно получил такую помощь сейчас. Вот, сидел в болоте. Кажется, немножко, немножко вытащили тебя, чуть-чуть. Чуть-чуть. Совсем не верю. И я уже всё. Ура! Я больше ничего не буду делать. И опять в это болото скатываюсь. Вот. Так вот, тот факт, что нападает там и уныние, и прочие всякие вещи, после причастия или в какой-либо праздник и так далее, это показатель, показатель, во-первых, того, что мы совершенно неверно рассматриваем своё состояние. Не достиг я ничего. А Бог мне только показал, что можно этого достичь. Вот, что, оказывается, происходит. Что это начало, если хотите, исправления или достижения. А мы уже его завершили. Вот. Это первое. И второе, которое сочетается с этим первым, что уже я, в общем-то, себя и чувствую как. Я подготовился, причастился. Я уже не фунт изюма. Вот какое дело. Вот это вот глупое, я бы сказал, я не знаю, уж тщеславное, или уж какая мысль, просто глупое, конечно. Да. А она меня и ранит, потому что это глупое, потому что это греховное, то есть неверное. Грех – это что такое? Это ошибка. Это неверно. Амартия по-гречески – это промах. Грех. Амартия – промах. И вот здесь. Это неверно. Это грех. И тут же этот грех – это что такое? Рана. Вот это меня и ранит. Я уже хорош. И действительно, такое состояние, он запросто, может быть, человек – все. Все, кажется, мир наступил, и, кажется, радость, утешение, и все. И он вместо того, чтобы воспользоваться этим состоянием, и, может быть, еще побольше помолиться, что-то почитать святых отцов, как-то избежать, избежать каких-нибудь глупых встреч, и я не знаю, чего такое, и вместо того, чтобы воспользоваться он уже успокаивается, уже ничего мне на свете не надоть. Все, я уже спокоен, теперь могу жить. Мне уже ничего не страшно. Вот беда-то. Вот в чем беда. Оказывается, вот это вот грех, самый настоящий грех – это, так сказать, успокоение. Вот там умиротворение, кажется, хорошая вещь, смотря когда как. Вот тут ничего хорошего нет. Слава тебе, Господи! Действительно, благодарю тебе, что так. И надо этим воспользоваться как раз, для того, чтобы это явилось началом, началом более-менее хотя бы чуть-чуть правильной христианской жизни. А у нас все это конец. Я уже хорош. Ну, хорош. Ну, вот. Хороший. Вот чувствую свою хорошесть. И начинаем. И начинается у нас. То в душе чего-то такое, то ссора с кем-нибудь, то, ну, что угодно это может быть. Почему? Потому что я уже исказил свой дух этой мыслью. Потому что суть жизни в духовной стороне нашей жизни, а не во внешней. И эта мысль уже исказила мою душу, нанесла рану ей. И всё. И отсюда начинается всякое, всячина. Мы думаем, что благодаря причастию у нас сразу, сразу у нас взыграется, я не знаю, что там в сердце. Мы ждём, уже ждём того, чего мы не заслуживаем. Если бы мы этого не ждали, а если бы мы к причастию подходили, как? Как действительно, Господи, осознаю своё недостоинство, помилуй меня, прими меня, я знаю, что недостоин, но прими меня, поскольку ты заповедовал это. Если бы мы ничего не ожидали, то у нас бы не было таких вещей. Это первая причина. Вторая причина, я вам скажу, застоит в том, что доброе дело, если оно совершается без соответствия, без скорби, то, как говорят отцы, любое доброе дело, которое совершается без скорби, способно привести человека к гордости. Я причастился и... Вы слышите, что мы ждём? Всё, мы уже сейчас будем на небе. Мы ждём не спасения уже, а рая. Рая ждём сразу. И в этом наша беда. На самом деле, я скажу, что если человек вот это чувствует, вот это уныние или ещё и прочее, это хороший признак. Это положительный признак. Значит, вы причастились, возможно, так, как и надо. То есть, с пользой. А если будем причаться и всегда получать, знаете ли, там, что-то такое особенное, то есть большая опасность возгордиться даже. И тогда всё пойдёт, пойдёт под откос. Совет такой, святых, не обращать внимания на то, что мы чувствуем после. Тот, кто ищет каких-то переживаний после причастия, уже этот человек уже не получит. Будьте спокойны! Если мы ищем, всё, будьте спокойны! Ничего не получим! Почему? Да потому, что мы ищем, оказывается, не Бога, а ищем чего? Чего-то сладенького. Подавай-ка, Господи, мне! И радость, и сладость, и так далее. Это, я бы сказал, духовный гедонизм. Ни в коем случае мы не должны искать этого. Слушайте, когда человек тяжело болен, чего он ищет? Наслаждений? Он ищет, Господи, как не исцелиться от тех болезней, которые есть. Так и в причащении то же самое. Мы должны искать не каких-то переживаний, особых переживаний, а должны, Господи, очисти меня, насколько можно, а уже явить мне или не явить, что ты сделал с моей душой, и тогда будет твоя воля. Поэтому нам надо иметь вот это, как говорят отцы, устроение. И тогда не нужно смущаться ничем. Если вот это устроение будем иметь, о котором мы сейчас говорили, тогда можно не смущаться, даже если мы ничего не ощущаем после причастия. Спасибо. Спасибо.